Расслабились без меня, я вообще-то быстро только тут всех построю. Ой, а что тут только не происходило в этой пивнухе? Смотрите, в Риге нету людей. Их нет вообще. Ну, иду в кафе Мулбери. К нам в Мулбери не принесли ложечки, чтобы помешать кофе. Шок-контент. Улыбка с лица так пропадает. Это что, типа ты? Так, свою кашу я ожидал, наверное, минут 40. Ну, а что вы хотели? У меня 250 тысяч просмотров в Риге только за месяц. Я популярнейший блогер. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Добро пожаловать на канал вашего любимого блогера Феликсу. Я обещаю вам уже из Риги. Спасибо вам большое за поддержку моего переезда. Очень много у вас было вопросов в комментариях. Давайте так договоримся. На ближайшем стриме приходите. Все обсудим, все объясним, все разложим по полочкам. Хорошо. А я за два дня уборки своей квартиры первый раз вышел. У меня такое лицо, конечно, оплывшее, заплывшее. Я прошу. Смотрите, в Риге нету людей. Их нет вообще. Ну, уже одна подписчица мне встретилась сегодня. Я, естественно, хотел составить себе план, что купить. Ну, знаете, купить там всяких вещей-то надо. Естественно, я его не составил. Ну, мы пойду в магазин. У меня тут рядом открылся Lidl. Я вообще просто в шоке. Ну, естественно, я забыл, что надо купить. Блин. Короче, как всегда, голова не работает. Ладно, пошлите со мной прогуляйте. Посмотрим, что тут изменилось за время моего отсутствия. Слышите звук? Это такая инсталляция. Это как бы для слепых на переходе. Такая инсталляция сделана. Ну, я... Я вообще, конечно, современное искусство, знаете, не очень. Но когда тебе объясняют, тогда становится понятнее. Я смотрел, девушка объясняла. Может быть, она... О, новое здание тоже построили уже. Не знаю, что там будет, офис или жилое. Надо посмотреть поближе, потом подойти. Так, не отвлекайся, Феликс. Значит, девушка, я не знаю, кто она. Может быть, она куратор инсталляции, либо она сама ее инсталировала. Она объяснила, что здесь по проекту должен быть центр современного искусства. У нас на сканце. Посмотрите, вот это вот все будут застраивать. Вот это вот все будут застраивать. Здесь очень перспективный район у нас. Там, где я живу. Вот. И как бы вот как слепой на переходе ждет вот этого сигнала, да, потому что сейчас идет сигнал, когда он должен стоять. А потом будет сигнал, который будет, знаете, так, пи-пи-пи, и тебе надо идти. И тогда как бы дадут свет строительству вот этого вот, как его сказать, центру современного искусства. Вон там в конце Лидл. Искусство искусством, а есть хочется всегда. Еще не открыли. Я уже думал, открыли. Я даже знаю, кто будет переезжать в это здание. Как называется эта улица, кстати? Не вижу. Что-то мне с глазами стало. Роберта Хирша. Роберта Хирша. Кто знает, кто такой Роберт Хирш, напишите мне. Смотрите. Эти скворечники. Как и мило. И тут еще один скворечничек. Very nice. Ах, ешкин ты, шкот. Посмотри, еще и бургерную открыли. Бургер Кинг. Прощай, диета. А вот это новый Лидл. Ко мне. В Лидле мне ничего не понравилось. Зашел в максимум. Есть новинки. Сейчас я вам покажу. Мне так понравилось вообще. Посмотрите, как эти мюсли с черным хлебом в латвийском. В стиле. Но я почитал. Там, конечно, 14% сахара. Здесь по скидке и 8%. Я вот такое купил себе. Да, цены, конечно, увеличились. Я помню, я уезжал. Этот мой любимый чай. Он стоил 3,60. А по скидке можно было иногда за 3 купить. Я уже молчу про кофе. Конечно, с такими ценами. Не диво, что оно все под сигнализацией тут лежит. И вообще, почему кофе такое всегда дорогое у нас? В Швеции кофе такой дешевый продукт. Я помню, тут были кафешки. Сейчас только курилки одни. Какой-то зоомагазин новый открылся. Пойду. Нашел какую-то немецкую еду. Недорого. И там нету сахара. Так что надо попробовать. И здесь были тоже какие-то там кафешки. Помню, что-то булочное. Все закрылось. Не вынесли. Ну, тут арендная плата такая, конечно. Где они там вынесут? Сколько этих булок надо напечь там наторгновать? Иду, думаю, что может быть тут кого-то сбили. А потом вспомню, что тут же израильское посонство. У меня сегодня еще соседка встретила. Можно было по ней это, знаете, снимать. Как в фильмах, когда человек так заходит в подъезд на веселе тогда. И тут видит меня. Я говорю, мам, дэн. Знаете, у нее прямо улыбка с лица так пропадает. Это что, типа ты? Ты снова здесь? Я думаю, да, я снова здесь. Привыкайте. Расслабились без меня. Я вообще-то быстро-ка тут всех построю. Вспомните, что такое закон и порядок под благеришкой. Зато тут, посмотрите, уже по настройу. И уже все продали. Я думаю, что уже все продали просто. А тут по 200 тысяч квартир какие-то. Первый ряд вот это тут был построен. А сейчас уже это все. Мне бывшая коллега тоже хотела возвращаться из-за границы. Смотрели себе купить квартиру вот в этом доме. Там, который первый был построен. Там начальная цена была 180 тысяч. Начальная. Сказали, риэлтор сказал, вы что? Все продано уже давно. Ждите, пока это не достроится. Может быть, тогда и заранее записывайтесь. Немножко по райончику походил. Неужели эта пивнуха закрылась? Боже мой. Где же теперь будут пить матросы? Ой, что тут только не происходило в этой пивнухе. А тут был этот салон красоты. Вот он открылся буквально я до отъезда. Видите, два года и все. И до свидания. Красоту здесь никто у нас не хочет находить. Ну, я-то приехал. Теперь могу это делать рекламу косметическим салоном, правда? И не только. Ну, а что вы хотели? У меня 250 тысяч просмотров в Риге только за месяц. Я популярнейший блогер в русскоязычном сегменте. Посмотрите на мое лицо. Наконец-то так солнце падает хотя бы нормально после моей процедуры. Очень хорошая процедура. Я прямо, может быть, Катюше там напишу, если она согласится. Я прямо специально в Стокгольм еще раз езжу, чтобы меня это лазером там подщикали. Лицо такое свеженькое. Кожица гладенькая, как попка младенца просто. Не налюбуюсь на себя. Конечно, возрастные изменения уже ничто не скроет. Никакой лазер. Но чувствую себя хотя бы получше. От себя я помню. Какой ты толстый. Смотрите, как отреконструировали у нас тут недалеко. Тут еще не купили квартиры. Но я видел, что же некоторые квартиры в этом доме куплены. Бомжатник. Раньше был такой бомжатник страшный вообще. А тут тоже. Тут порог бомжей даже сгорело. Ой, посмотрите, как тут красиво им сделали. Вот этот дом очень красиво отремонтировали. Прям вообще. Еще бы дорогу сделали. Вообще не было цены. Не помню, где. В каком-то вот доме. Может, тут вот сгорел бомж, помню. Был пожар, сгорел бомж. Ну, а тут без изменений, кроме вот этого. Посмотрите, везде камеры. Интересно, что они тут охраняют? Когда развалится этот дом, они хотят зафиксировать, наверное. Ну, конечно, будет виральное видео на ТикТоке. С тех пор живут тут люди. Я вчера выходил и заприметил, что тут недалеко от меня открылась винный магазин. Прям под боком Бангога. Надо зайти потестить. Правда? Винишко. Ты освоился? Да. Конечно, это твоя квартирка. Да. Малышки. Вот посмотрите, что он показывает. Надо найти вот такие вот эксцентрики. И покрутить их. Но меня больше всего привлекло внимание вот эта вот клеенка. Или что это? Слушайте, вот как можно не получить маразм? Вот при такой вот... Это обои, или линолеум они поклеили на стену. Я бы там три секунды не смог бы находиться в этом помещении. Ну, посмотрите, это же... Ну, где? Это такое цветовое безвкусие. Господи, это люди вот это вот... Я еще просто в шоке, как можно вот эту вот фигню, короче, налепить на стену. Я в шоке просто. И у меня никаких таких эксцентриков здесь просто нет. Или вот этот вот эксцентрик. Это вот это надо крутить. Но они там были по-другому. Потому что вот это, ну, как-то оно ничего не крутится. Оно не крутится. Вот это вот. Потому что не крутится. Не крутится. Я не знаю, что, бля, делать. Я хочу зимний режим. Друзья, кто знает, как вот эти вот окна переводить в какой-то там зимний режим. Я, конечно, не столько... Я наоборот, у нас весь дом с открытыми окнами. Весь дом с открытыми окнами. Потому что, ну, такой Ташкент. Я не знаю, тут градусов 30, по-моему, в квартире. Но это вообще просто невозможно. Ждем. Ждем первых счетов. Может быть, после этого сразу же напишут в управляющую компанию. Сбавьте обороты, сбавьте обороты. Так, кто знает, как перевести эти окна, напишите мне, пожалуйста. Потому что я, ваш любимый лагеришка, знаете, как бы... Не технический развитый человек. На язык, да. На руки не очень. Так, друзья мои. Люминус не одобрил консерву. То, что я купил ему немецкое. Знаете, как... А вы знаете, что? Обман. Сплошной обман. Куда? Я и тут... Нуэво. Нуэво чикен. Короче, тут написано. Сейчас я вам прочитаю. Что здесь только 2% риса. Ну, как бы, рис им вообще нельзя, да? Коты не едят рис. Вот. Я вам сейчас покажу, сколько там риса на самом деле. Там вообще один рис. Я уже когда открыл, я сразу понял, не, он это точно есть не будет. Даже не притронут. Не притронут. Мам, скажи, дай мясо. Мясо дай мне. А что ты мне тут подложил этой каши? Ну, прости. Это был эксперимент. Ты не будешь это есть? Не будешь? Ну, я тогда котикам отнесу, хорошо? Ну, куплю тебе, пойду, сейчас куплю другое. Куплю. Вот что значит порода. Не буду есть, и все. У нас где-то вот здесь, я помню, что есть котики. Они как-то тут живут. Около теплотрассы. Оставлю где-нибудь здесь. Обожаю наш парк. Красивый. Красивый в любое время года он, мне вот кажется. Ну, то, что летом, то зимой, что осенью. Я немножко, конечно, опоздал с переездом. Видите, уже опали. Опали листики. Собачники тут все, спортом тут все занимаются. Я тоже занимался. Все, конечно, хотят меня увидеть. Со всеми хочется встретиться. С утречка прямо сейчас иду завтракать. Видите, я так по-барски. Пойду позавтракаю в кафе. Я, ну, конечно, в Риге цены увеличились. Знаете, все равно после Швеции, если ты чувствуешь себя просто таким богачом. О, и иду в кафе Мулбери. У меня сегодня такое желание съесть кашу. Проснешься и чувствуешь наполеоновские силы в себе скушать кашку. Пойдемте вместе скушаем кашку. Еле урвал себе место. Тут очень популярно. Прямо сижу на окне. К нам в Мулбери не принесли ложечки, чтобы помешать кофе. Шок-контент. Так, свою кашу я ожидал, наверное, минут сорок. Ну, красивая, конечно, кашечка. Покушал кашку, видел беглую скандальную журналистку. Как ее? Екатерина Андреева тоже пришла позавтракать. Наверное, может быть, со своими коллегами встретятся. Вот такая, очень busy такая на телефоне. Все такая, знаете, такая активная. Не знаю. Я ее не очень люблю смотреть. Я ее никогда не любил. Но Дила она такая. У нее все такие интервью, такие, знаете... И тебе хочется спать. Ее интервью можно слушать на ночь, когда у человека какая-то неизлечимая депрессия. Знаете, когда ты уже просто на грани стоишь. Нет, такая с ней ассоциация. Ну, она тоже теперь рязанка. Рязанка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!